Спасибо за вопрос. Смотрите, на данный момент нормативно не обозначена необходимость получения ТУ у регулирующего органа сейчас. Основанием для разработки проектной документации служит разработанное и утвержденное заказчиком техническое задание на проектирование. Продолжение следует. Проснование с регулирующим органом на данный момент не закреплено нормативными актами. Что будет в дальнейшем, покажет только время. Спасибо. И еще один вопрос из чата. Необходимо ли проводить поверку всей системы автоматического контроля и, как следствие, включение ее в реестр средств измерений? Или достаточно произвести поверку только измеряющих устройств? Спасибо за вопрос. Да, нужно проводить поверку на всю систему в целом, включая там пробоотборный зонт, пробоотборные линии, поскольку все это будет влиять на общую погрешность измерения. Необходимо учитывать постановление правительства номер 425, в соответствии с которым общая погрешность всей системы не должна превышать 25%. Спасибо большое, Ольга, за ответы. Итак, переходим к следующему блоку. Техническую сторону вопроса мы уже осветили, за что еще раз огромное спасибо Ольге Александровне. Теперь мы уделим внимание еще одной немаловажной составляющей, а для некоторых это основная составляющая, это коммерческая сторона вопроса. И наш следующий спикер, Хатюшин Александр Михайлович, ведущий специалист в направлении комитии у группы компании ServiceSoft, с темой выступления «Коммерческие вопросы. Проектированные автоматически системы неправильного контроля». Итак, Александр, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые участники вебинара. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня хорошо видно и слышно. Спасибо. Итак, говоря о проектировании, хотелось бы осветить вопросы, интересные для коммерческой службы заводов. Вопросы ценообразования и стоимости проектных работ. Что же влияет на стоимость проектирования? Прежде всего, как уже говорилось, это вид строительства. Заказчик выбирает самостоятельно, определяет вид строительства. Это может быть техническое переворужение, либо реконструкция, либо новое строительство. От этого сильно зависит стоимость, потому что в случае технического переворужения мы делаем одностадийное проектирование и проходим экспертизу промышленной безопасности. В случае реконструкции или нового строительства проектирование будет двухстадийным, и, соответственно, проект будет проходить государственную экспертизу. Это совсем другие деньги. Далее. На стоимость работ, конечно же, влияет объем работ. Дело в том, что есть разделы проектной документации, которые в обязательном порядке в нее должны включаться. Такие, как, собственно, пояснительная записка, раздел автоматизации технологических процессов, раздел силовое оборудование. Есть же разделы, которые заказчик может выполнить самостоятельно, либо передать наподряд, ну, если самостоятельно, соответственно, сэкономить на этом средства. Есть разделы, которые включаются в состав проектной документации только при необходимости, такие как фундамент под блокбоксы, проектирование площадок для обслуживания. Конечно, характеристики самого опасного производственного объекта влияют на стоимость работ в том плане, что чем выше класс опасности, тем дороже будет стоить экспертиза. Полнота замеров, вообще полнота сведений об источнике и о характеристиках газополевого потока – это тоже один из факторов, который влияет на проектирование. Иногда бывает, что уже приступив к работам, проектировщики вынуждены собирать дополнительные сведения и производить дополнительные замеры за дополнительные средства. Наличие площадок для обслуживания, как уже говорилось, это требования ГОСТа. Площадки для обслуживания, если они существуют, соответственно, это удешевит работы по проектированию. Если их нет, либо они не соответствуют установленным правилам, то необходимо предусмотреть дополнительные средства на проектирование таких площадок. Техническое состояние дымовой трубы, как уже говорилось сегодня, обязательно должно быть положительное заключение экспертизы промышленной безопасности. Если этого нет на источник, то необходимо предусматривать средства на такую экспертизу. Размеры и строение дымовых труб. Дело в том, что точка отбора пробы должна находиться вместе с соответствующим определенным правилам. Как сегодня уже говорилось, это 5 диаметров до точки отбора, 2 диаметра после. Должен быть прямой участок, до верхней точки трубы должно быть не менее 5 диаметров. Не всегда источник соответствует этим требованиям. Если такого нет, необходимо проведение моделирования профиля потока, что, соответственно, повлияет на удорожание стоимости работы. Далее говоря, вообще о ценообразовании на проектирование систем автоматического контроля, хочется сказать о демпинге на эти услуги. В последнее время появился ряд компаний, которые предлагают услуги по проектированию систем по ценам заведомо ниже, намного ниже себестоимости. Для чего это делается? Делается это для того, чтобы любой ценой выиграть тендеры на проектирование и впоследствии заработать не на самом проектировании, а на поставках оборудования. То есть заложить в проект оборудование определенные марки, навязав его заказчику, причем не всегда это самое подходящее оборудование, и, соответственно, заработать на этом. Для заказчиков иногда это кажется привлекательным, когда стоимость проектирования очень-очень низка, но нужно быть очень осторожными, потому что можно столкнуться с целым рядом неприятных последствий, таких как низкое качество проектирования, некорректный подбор аналитического оборудования, отсутствие в составе работ необходимых экспертиз. Конечно, нужно учитывать также и опыт проектировщиков, которые предлагают свои услуги. Вообще у нас в практике был случай, когда тендер на проект выиграла организация, предложив настолько низкую цену, что просто было удивительно. В результате компания не смогла выделить достаточный ресурс на полноценное проведение работ по проектированию. Заказчику это не понравилось, в итоге дальнейшую работу по внедрению системы передали другому исполнителю. И получилось, что проектируют один, до конца доводят всю эту работу другой, и в итоге им пришлось просто заново перепроектировать систему. Вообще, говоря о внедрении систем, нужно понимать, что задачей является не просто купить оборудование, смонтировать, чтобы оно работало. Конечной целью является внесение системы в реестр средств измерений. И для того, чтобы все это положительно провести, необходимо соответствовать критериям погрешности. Собственно, у меня все. Если есть вопросы, задавайте. Да, Александр, спасибо большое за содержательный доклад. Я думаю, все услышали много полезной информации, которую будут применять, как и при проведении конкурсов на проектирование и внедрение систем. Александр, наверное, задам наиболее интересующую аудиторию вопрос. Как заказчик может повлиять на стоимость работ по проектированию? Спасибо за вопрос. На самом деле, есть множество факторов, влияющих на ценообразование, на которые заказчик повлиять не может. Например, характеристики трубы и газового потока. Есть факторы, на которые повлиять можно, но тяжело. Например, выбор вида работ. Самое правильное, на что может повлиять заказчик, это полнота сбора сведений для проектировщика. Вообще, от этого все зависит на самом деле. Тут можно порекомендовать начинать подготовку к проектированию задолго до начала закупочной процедуры, согласовывать полноту собранных сведений с потенциальными исполнителями, тем самым, конечно, исключая непредвиденные затраты. Спасибо большое, Александр, за столь развернутый ответ. Спасибо за ваше выступление. Я думаю, всем оно было и будет полезно. Итак, коллеги, если у кого еще есть вопросы, прошу их задавать. У нас осталось не так много времени. Что касаемо порядка цен, вот вижу вопрос в общем чате. Здесь однозначно ответить на этот вопрос довольно-таки сложно, потому что каждый случай индивидуально, потому что, опять же, да, как говорили коллеги, все зависит от вида строительства, от полноты исходных данных, от состава экспертиз, от их количества источников и прочих-прочих факторов. Поэтому, конечно, если кто-то уже собирается приступить к данным работам, то с удовольствием подключимся к данной теме и обсудим с вами, сделаем предложение конкретное обязательно. И, наверное, на сегодня это все. Всем спасибо за участие. Вот в завершение хотелось бы еще раз отметить, что на те вопросы, на которые мы не ответили, которые были заданы, мы обязательно вам ответим в личном сообщении. Всем огромное спасибо за участие в нашем вебинаре. И в завершение еще раз хотелось бы подчеркнуть то, что наша компания всегда открыта к сотрудничеству в рамках экологического мониторинга. С удовольствием ответим на все ваши вопросы и поможем во внедрении системы автоматического контроля, получении КЭР, разработке программы создания системы автоматического контроля. Презентация обязательно всем вышлем и запись вебинара. Еще раз всем огромное спасибо. Будьте здоровы и до новых встреч. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...